приветствую вас на первом циничном канале мы только что вышли из пальмы до майорки идем на сардинию и пока есть время хотел бы вот о чем поговорить недавно я опубликовал ролик где сказал из шторма снимал где сказал что бросайте работу как бы в этом есть начало выхода в свободу и многие там где-то кто-то комментарий писал что блин бросишь работу как это самое как там харчеваться вот сразу может быть из-за того что долго публикации не было подписчиков 20 сдуло в первые мгновения короче говоря там такое рабское лобби вообще проскочила так вот сейчас хотел бы поговорить об одной очень распространенной ошибки ошибки ну если хотите да наверное это слово себя уже избила там движение к успешному успеху тем не менее что есть успешный успех настоящий успешный успех а не та дурь которая пропагандируется под этим делом что есть вообще счастье и какая главная ошибка многих многих очень многих не только мужчин там вообще людей на пути к этом к достижению этого состояния смотрите друзья главная ошибка заключается в том что когда вы хотите чего-то достичь вы пытаетесь сделать то чего вы достигать ну пытаетесь достичь более вероятным вот грубо говоря я сделаю abc и вероятность достижения там успешного успеха повысится на там 20 процентов сделаю еще там да и и повысится еще там на 30 процентов вот это есть ошибка скорее всего вы достигнете ну какой-то обратной вещи а если даже вы достигнете ну в вашем понимании успешного успеха это будет намного меньше чем то что вы могли бы взять в чем как бы каков правильный путь достижения успеха именно успехом который вам понравится это вера вера не в бога скорее богу но это еще и просто вера вера в путь в некий такой в некий дау что ли но это скорее все таки веру богу так вот в чем суть веры допустим кто-то пишет что как я брошу работу ну скажем так вероятно что я стану бомжом там велика так это хорошо что у вас вероятность нормальной жизни снижается потому что все хорошие вещи в жизни они бывают не благодаря а вопреки очень ошибочно думать что они бывают благодаря делай вот так 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 и как это тебе дастся нет вот именно что не дастся вопреки вопреки усилим скорее на веру поэтому познание это всего лишь увеличение степени веры познание из поднятия там из уровня в уровень то есть смотрите допустим вы бросаете работу ну вот я по себе беру да и в общем то для меня довольно необъяснимым образом оказываюсь в открытом море вот то есть это напрямую не следует из того что вы бросите работу но тем не менее оказываетесь там начинаете заниматься блогингом дальше у вас уже ну следующая задача перед вами еще больше веры то есть не просто иметь возможность там путешествовать куда-то ездить ну и почему-то пойти там в шторм к примеру когда есть возможность там по отелям шляться для чего пойти в шторм потому что чувствуется очень даже чувствуется что там будет что-то открываться что-то за гранью того что можно пояснить словами некое такое изменение сознания измененная форма сознания когда вы смотрите вот эти волны шторм ветер вот то есть вы каждый раз идете за познанием но познание дается через веру не через увеличение как я уже сказал вероятности а через уменьшение действуйте вопреки об вопреки как бы логике до логике такой формальной и полагаетесь именно на веру полагаетесь на промысел на бога и соответственно вам открывается что-то вы достигаете быстрее для вас это будет парадоксально выглядеть работаю по идее деньги должны накапливаться они не накапливаются бросил работать они должны по идее исчезнуть они не исчезают а наоборот даже появляются то есть самые интересные вещи они работают вопреки логике но дальше вы как только вы этого достигнете вы это поймете вы окажетесь перед необходимостью идти на следующий уровень например достигнув намного больше чем у вас сейчас есть выйти в шторм казалось бы зачем что же тебе не сидится так как говорится а он мятежно ищет бури как будто в бурях есть покой да вы начнете искать бури где-то и там вы получите еще большее знание понимаете ваша ошибка когда вы пытаетесь ну логически понять что вам нужно уже в том даже не то что вы это не получите а в том что вы хотите очень мало потому что действительно что-то ценное вы не можете пожелать пока вы не вышли из в свободу из рабства вот этот шторм был мы когда зашли сюда в эту в пальму в бухту у меня еще шторм был жив в воспоминаниях я еще ну ладно как говорится про пиарю достоин человек как лица пиара любого ищу музыку просто в интернете эста стон нахожу просто в виртуозное владение гитарой вот такая я рассказал психоделическая музыка вот макс говорит тоже значит нашел просто я под кайфом лежу это самое после шторма включая ста стона ну классно в шторме включить а вы знаете наверное это следующий этап веры когда шторм когда тебя сейчас там не знаю того где смоет врубить эту музыку просто и сидеть кайфовать так вот вы получаете такой кайф реально такое сознание в этот момент когда совмещаете еще свежие воспоминания вот не видение волн а воспоминания потому что но на волнах все-таки я на волны смотрел и вот эту музыку что но вы не пожелаете скажем так в обычном сознании таких ощущений потому что это в чистом виде психодел и в общем то вам не нужно для этого никакую дрянь там себя пихать вы получаете очень мощные ощущения я серьезно психотерического толка просто вот как говорится дыша свежим воздухом и как говорится скорее поправляя даже чем вредя здоровью это как раз за счет веры вам будет даваться больше чем вы можете пожелать потому что я грусть сидя дома я бы не пожелал таких ощущений чтобы что-то желать нужно иметь представление ну грубо говоря вы уже получили что-то на 50 процентов еще 50 процентов хочу да но налейте мне еще стаканчик вот но когда вы в принципе не понимаете что это такое вы этого и не пожелаете все ваши желания уровня там работяги они будут довольно примитивные поэтому вот это как бы мысль что добьюсь или не добьюсь а вы знаете это очень близко дело в том что достижение успешного успеха как бы его достижение и не достижение с позиции раба это почти одно и то же потому что успешный успех раба он очень похож на его отсутствие успешного успеха но это очень близкие вещи это скажем так ну голодная рабская пайка и сытая рабская пайка для раба это может быть большая разница но для человека свободного он когда слышит рабской пайкой были ну голодные сыты но она же рабская елки-палки все как бы уже не интересно то есть он не сильно будет заморачиваться что она там посытнее стало вот поэтому друзья желайте больше достигайте этого через веру ищите возможности наоборот пойти маловероятным путем не сильно вероятным не увеличивайте вашими мозгами вероятность достижения чего-то вероятность достижения увеличивается силой веры и вам дастся то есть скорее вам дастся там не знаю самое маловероятное самый маловероятный результат они сильно вероятный если вы будете верить точнее сильно вероятный вам мало вероятность запутался вот если вы будете верить в это чем очень вероятно если вы будете там на свои силы полагаться поэтому нет иного познания кроме увеличения степени веры я раньше тоже считал что есть познание грубо говоря там лекционный материал да или еще какой-то материал там путешествие созерцание общение с людьми это все понятно друзья но эта тактика но в принципе можно все это систематизировать единственная форма познания вера другого познания нет то что вам может показаться что есть другие степени познания хорошие это степени веры это не не что-то иное не что-то отличное от веры это степени веры и очень быстро ну как быстро ну говорю по себе вы бросаете работать у вас появляется ощущение что вы ходите по воде потому что у вас не работаете а деньги есть потом вы свыкаетесь с этим ощущением воспринимаете его как должно и собственно все вот с этого момента примерно у вас следующие этапы познания начнутся психоделического толка который вы не сможете особо объяснить словами что вот мне это ценно почему если бы я встретил себя семи летней давности а уж я не говорю там 15 летней давности я бы не смог толком тому чуваку объяснить самые ценные вещи которые для меня сейчас самые ценные почему они самые ценные тот чувак бы говорил ты что с ума сошел самое ценное вот это мне бы сейчас казалось это примитивом и когда я бы ему сказал что нет самый ценный вот это он бы сказал блин это же ничего конкретного то есть это ну трэш какой-то просто мечты вот но видите практика показывает что сейчас уже подытоживый опыт для меня это все-таки ценней так вот нету иного познания кроме веры друзья единственное что вы не сможете сразу прыгнуть на двадцатый этаж с нулевого вы не сможете сразу пойти там ловить шторм не отказавшись от наемного труда к сожалению это было бы приятно очень если можно было но нельзя веру нужно прокачивать это чисто ну не знаю как качалку если там чистый спорт ее нужно прокачивать потому что круто конечно да поверь будете иметь веру с горчичное зерно скажете горе сойди с места она сойдет да так и есть но не получится вот блин с одной стороны вроде бы возьми и сделай да ну поверь да и все с другой стороны получится поэтому нужно ее подкреплять нужно расти из силы в силу вот поэтому что могу сказать бросить работу то что для кого-то считается там вообще ужас 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 как я жить буду друзья это детский сад это не познание это подготовка к познанию это подготовительная группа даже школа начинается после этого я уж не говорю там про какой-то институт но освободиться от наемного труда это не значит что-то познать это значит снять ограничения для познания то есть после этого вы способны будете познавать а пока вы на наемном труде вы познавать не способны вообще все у вас абсолютно заблокированы все ходы поэтому не считайте что это круто это билет всего лишь входной просто может кому-то показаться и мне казалось что этого это уже кажется самоценность мне друзья это входной билет а собственно когда вы войдете все только начнется и если человек не может понять как купить билет чтобы войти но говорить о том что он поймет представление но наверное глупо вот поэтому дерзайте друзья всегда говорю что что в итоге в итоге дерзайте каждому дастся в меру и как писал апостол павел одна слава у звезд другая у солнца там третья у луны и так далее не дословная цитата но смысл такой вот понятно что всем не дастся одинаково каждому дастся в определенной мере но потолка нет дерзайте и как говорил господь будьте совершенно как отец ваш небесный совершенен поэтому потолка нет только вперед